Итак, значит, я положила в наш творог чеснок натертый, да, я положила 5 зубчиков чеснока на эту порцию, значит, не 4, а 5, да, я добавила еще один зубчик, значит, нарезанная зелень петрушки, да, теперь мы добавляем с вами по щепотке специи каждые, да, значит, ну, мы можем воспользоваться ножичком, да, то есть на кончике ножа буквально, мы добавляем, да, именно то, да, ну, соль можно так посыпать, да, просто, то есть именно то количество, да, добавляем по вкусу, да, по вкусу, то есть если мы предпочитаем более соленое, значит, мы добавляем больше соли, дальше мы добавляем куркуму, добавляем куркуму, щепотку буквально, ну, вот на кончике ножа, да, мы добавляем куркуму, для придания блюду более красивого внешнего вида, да, более красивого внешнего вида, и красный перец, да, и красный перец, да, и красный перец добавляем, то есть также буквально щепоточку, да, буквально щепоточку мы добавляем, значит, наш перец красный, молотый, да, это индийские специи, то есть также на кончике ножа мы добавляем именно столько, да, сколько мы хотим, чтобы настолько, насколько было блюдо, да, острым, да, если мы любим острое, значит, мы добавляем больше перца, менее острое, значит, меньше перца, то есть всё зависит, да, от ваших вкусов, от ваших предпочтений, итак, мы добавили наш перец, да, мы добавили нашу куркуму, нашу соль чёрную, а теперь мы и добавили зелень, да, теперь мы всё это размешиваем ложкой, можно ложкой, можно руками, то есть кто как предпочитает, да, всё это размешиваем до однообразной консистенции, да, то есть чтобы получилась такая консистенция, то есть чтобы все наши специи, да, они, то есть мы их размешиваем, да, в нашем, в нашей пиалочке, да, то, чтобы это всё у нас однородная, однородная, да, получилась масса, то есть мы всё это должны перемешать, чтобы все специи, которые мы добавили, да, наша зелень, наш чеснок, всё это размешалось, да, размешалось, да, размешалось в нашей пиалочке, и таким вот образом мы всё размешиваем, всё, вот получается такой паштет, да, чесночный, чесночный паштет, творожный, чесночный, ну, можно для более красивого вида, да, внешнего, ещё добавить щепотку кукумы, щепотку, да, сюда, то есть чтобы творог был более, более красивый, да, внешний, и продолжаем дальше размешивать, продолжаем дальше размешивать, то есть вот таким вот образом, до однородной массы, да, чтобы паштет, как бы был более таким цветным, красивым, да, не просто белым, да, но чтобы он приобрел такой красивый цвет, красочный был, да, красочный был, да, плюс оригинальный вкус, да, Да, потому что куркума имеет свои свойства полезные, да, свой вкус имеет. То есть блюдо у нас будет сочетать, да, все шесть вкусов по аюрвете, да. Это и острый, и сладкий, и вяжущий, и горький, да, потому что куркума имеет такой горький вкус, горький плюс вяжущий, да, плюс красный перец, да, придает остроту блюду. Черная соль, да, соленый вкус, творог, сладкий вкус, то есть получается, да, что все шесть вкусов у нас сочетаются. И чеснок, да, придает остроту, пикантность, то есть все шесть вкусов, да, у нас в одном вот в этом блюде сочетаются, да. То есть вот такой вот у нас получился паштет. Итак, значит, да, мы закончили, да, наш процесс приготовления, да, то есть у нас получилось сегодня два блюда. Это наша тарелочка с жаренными кабачками, да, плюс репчатый лук, плюс помидоры, плюс крошка хлебная, плюс сверху мы посыпали черной солью, да, и зеленью петрушки, да. И наш паштет, да, наш паштет, как добавка к нашему основному блюду, да, наш творожный паштет, творожный, чесночный, плюс наши любимые специи, да, черная соль, куркума, красный перец, чеснок и любая зелень, да, любая зелень, которая есть в вашем холодильнике. Вот, то есть вот таким вот образом, да, мы, таким образом, да, мы закончили готовить сегодняшнее наше блюдо, да, то есть у нас получилось как бы основное блюдо, да, это жареные кабачки и плюс подручные ингредиенты, да, и творожный, чесночный паштет, да, как добавка к основному блюду или как основное блюдо можно его использовать, да. То есть, ну, вот как бы, да, мы закончили сегодня наше, наше приготовление до наших блюд сегодняшних, до нашего завтрака или обеда уже, да, вот, или ужина, то есть, да, это нужно использовать блюдо как утром, да, его вкушать как вечером, как днем, да, то есть это все зависит от ваших вкусов, от ваших предпочтений. Итак, на сегодня все, да, всем я желаю приятного аппетита, хорошего дня и хорошего урожая.